Здорово, народ! Я хотел бы отвлечься от того, что происходит вообще в мире на этом канале, всякие iPod'ы, iMac'и, iPhone'ы, iPad'ы, и хотел бы вам рассказать про те консоли, какие у меня были в моем детстве. Я родился в конце 80-х, поэтому я застал, наверное, все вот эти олдскульные приставки, и сегодня я хотел бы вам об этом рассказать. А началось все, естественно, с консолей, ну это даже больше не консоль, а компьютер. Называется она The X-Spectrum. Это, конечно, одно из больших таких непонятных для меня, наверное, устройств. Это клавиатура, это просто такая клавиатура, и она подключалась к магнитофону, к обычному магнитофону, на котором слушали аудиокассеты, и игры были на этих самых аудиокассетах. И когда ты загружаешь эту игру на магнитофон, стоит нереально просто противный звук, такое пиканье, просто, наверное, минут 10, пока эта игра загружается. Ну, понятно, что качество этих игр оставляло желать лучшего, но я хотел бы вспомнить те игры, которые мне прям очень сильно запомнились. Это была игра Exelon, это такой космонавт, бегал по... Она была, кстати, цветная, это очень было прикольно, потому что это, наверное, был год 93-й, 94-й, да даже раньше, наверное, 92-й. Я был очень маленький, я помню, и эта игра была, там бегал космонавт, что-то собирал, какие-то интересные такие вещи. Ну, естественно, Lodrunner, это песочный человечек этот, эта же игра была потом и на Dendy, но на The X Spectrum она была, и запомнилась она тем, что у меня ни хрена, мне ничего не получалось. Это достаточно было забавно за всем этим наблюдать. И игра Dizzy, это про какое-то маленькое, то ли яичко, то ли привидение, хрен пойми, но она достаточно была такая веселая. Вообще все игры в то время для меня оказались очень крутыми, особенно когда у тебя вообще ничего не было, да, а если там у кого-то была Dendy, ну, у тебя компьютер вроде как, там клавиатура, все вот это, это было очень круто. Еще одна игрушка, которая мне запомнилась, это Elite. Elite, это какая-то космическая стрелялка, достаточно простая, но в то же время подключаешь, когда ты свое детское воображение, детскую фантазию, все становится на уровне, не знаю, наверное, современных Мстителей, графика, все вот такое. Я люблю вообще всю эту тему космоса, игры не исключение, наверное, оттуда еще с детства все это пошло. В общем, Elite, интересная игрушка, но я не буду рассказывать конкретно про вот эти все игрушки, просто посмотрите, можете посмотреть опять же в интернете, это очень прикольно, ностальгия никогда еще никому не мешала. Следующая приставка, естественно, это была Dendy. Dendy был у всех, мне кажется, вообще поголовно, и тогда рынок был наводнен всеми этими картриджами, можно было менять два картриджа на один, три на один, все менялись друг другом этими картриджами. И не как сейчас, да, ты можешь зайти, прочитать полное описание, там интернет, все вот такое, полное описание игры. Тогда ты просто брал картридж, смотрел на картинку, если она тебе нравилась, все, мы ее брали. И сколько было восторженных, я помню, восторженных, не знаю, эмоций, когда у меня появился какой-то Mortal Kombat на Dendy, типа там Mortal Kombat 3, чего-то там, на день рождения мне его подарили. Причем мы бежали, магазин уже закрывался, и нам разрешили выбрать этот картридж. Естественно, классик, это Mario, Tetris, и я помню, была такая игрушка, типа падали какие-то капсулы, ну, типа пилюльки, их надо было тоже по цветам снимать, это вообще прикольно было, не снимать, а складывать. Tetris играли, помню, даже на двоих, экран делился на две части, то, чего сейчас, к сожалению, нету. И играли мы, помню, с папой даже в эту игру, и к нам приходили гости, тоже взрослые люди, казалось бы, взрослые люди, играли в эту игру. Естественно, игры Contra, Contra, это вообще было прикольно, и игра мне очень нравилась, я в нее играл, к сожалению, ее, она не так распространена, игра называлась Narc. Это такие, типа, там, два каких-то полицейских ходили, гасили всяких плохих пацанов. Dendy, это, конечно, все прекрасно, но потом она то ли у меня сломалась, то ли что, и появился у меня Subor. Subor, это то же самое, что и Dendy, вот один в один, только это Dendy с клавиатурой. И там еще был такой картридж, который позволял печатать какие-то тексты и программировать, если, опять же, ничего не путаю, в Cubasic. Я, конечно, не особо в этом всем понимал, но было прикольно, когда все играют просто в приставку, а ты можешь взять и что-то там попечатать, пускай там непонятно что, но была какая-то такая иллюзия, что у тебя есть компьютер. Ну и, конечно, к этой приставке подходили абсолютно все игры с обычного Dendy, даже можно было подключать пистолет. Это вообще отдельная история, когда ты, там, по-моему, утки какие-то вылетают, и ты с этого пистолета стреляешь, ну, достаточно прикольно. И я верил в то, что действительно ты, если вцелишься и попадешь, то, значит, ты попал и выиграл. Ну, еще, естественно, говорили в детстве, долго не играй, иначе посадишь телевизор. Это вообще какая-то отдельная история, причем это было у всех, у всех. Откуда родители все это могли придумать? Ну, я не знаю, может быть, не какое-то было сообщество тогда, да, и они между собой обменивались всеми вот этими делами. И причем еще самое важное, ну, не важное, такое очень интересное, что если у тебя был какой-то суперкартридж, то ты считался вообще самым топовым чуваком. Это то же самое, если у тебя была PlayStation на тот момент, да, там, или Sega, все ходили в те в гости, все с тобой дружили, да, и открывают тайну, все с тобой начали дружить, если у тебя была какая-то такая приставка, которой не было у всех остальных. Дальше у меня появилась Sega. Sega, я вообще отставал как-то от этого, не поколения, а от этого размера, когда у всех были Dendy, у меня был Spectrum, когда у всех появилась Sega, у меня появилась Dendy, PlayStation и там все вот это. Следующая консульт, которая у меня была, это была Sega, обычная Sega Mega Drive 16-bit. Я так хотел PlayStation 1, на тот момент она уже вышла, но, к сожалению, 90-е годы, и денег хватило только на Sega. И классика, наверное, для меня была, это не как для всех, там, Sonic и все вот такое. Мне нравился очень Червячок Джим, Червячок Джим и вот этот, блин, Червяк классный вообще, графика. Комикс-Зона, Mortal Kombat 3 Ultimate, вот эти вот такие игрушки топовые. Понятно, что в них играли все, Rock'n'Roll Racing, и Sega, наверное, мне принесла больше какого-то удовольствия и впечатлений, и запомнилась она мне больше, потому что, наверное, все-таки, когда ты маленький, здесь у тебя и деревья выше, и трава зеленее, и все вот такое вот. И Sega, она была для меня прям каким-то таким вот эталоном. Ну и, конечно же, Duna, это одна из моих любимых игр, Арканиты, Арканойды, как там, я уже не помню, называлось, но это круто. К сожалению, сейчас уже поиграть в это, ну, не представляется возможности, да, той же самой мобильной платформе, там, на iPad или, ну, на iPhone, наверное, было бы неудобно, было бы, наверное, лучше бы на iPad. И было бы здорово, если выпустили бы какую-нибудь такую коллекцию, типа, там, Sega к 30-летию или к 20-летию, что-нибудь вот такое вот. После Sega, это вообще, конечно, какая-то отдельная тема. У меня появился Panasonic 3D. Panasonic 3D, это вообще очень странная консоль, не помню, как она у меня появилась. По-моему, мы покупали это на рынке, на Yunoni. Кто с Петербурга тут знает, что это такое. Panasonic 3D, там у меня, по-моему, было всего лишь 5-6 дисков игр. Графика, конечно, там была примерно плюс-минус, как на PlayStation 1, но я, честно, уже и не помню впечатления про нее. Помню, что там был точно Need for Speed какой-то. И все, на этом больше ничего не помню. Ну и после того, как Panasonic 3D у меня был, я закончил школу, и мне задали вопрос. Дима, какую-то приставку ты хочешь, чтобы мы тебе подарили? Был выбор между Sega Dreamcast и PlayStation 1. Естественно, я выбрал Sega Dreamcast. К сожалению, вот так. Sega Dreamcast был, я помню, у меня GTA 2 тогда, мы в этот же день, когда покупали приставку, купили диск GTA 2. Рестлинг и какую-то там Crazy Taxi, что-то типа такого. Ну, потом что-то пошло не так, и мы Crazy Taxi обменяли на 90 минут. Это футбол, наверное, мой самый любимый, несмотря на то, что какие есть сейчас. 90 минут это был самый лучший футбол. И Sega Dreamcast знаменита была тем, что с ней можно было выйти в интернет. Просто подключаешь телефонный провод в эту приставку, делаешь маленькие легкие настроечки, и все, привет, ты в интернете. Вообще красота, вообще пушка. Потом приходили такие счета, родители все время ругались. Это я точно помню. По играм Sega Dreamcast еще могу дополнить, что мне очень нравятся солдаты фортуны. Это когда ты стреляешь, особенно мне нравился момент, когда ты стреляешь в какую-то конечность, типа там рука и рука отлетает. Это очень круто. До сих пор я вспоминаю эти моменты прекрасные. В общем, детство было что надо. Ну, после Sega Dreamcast у меня появился компьютер. Появился компьютер. Годика три он у меня там просуществовал, потом я ушел в армию. Ну, компьютер мне, конечно, здорово. Было в нем прекрасно играть в какие-то игры. Но все-таки уже ты становишься взрослым, и впечатления, такие эмоции уже не получаешь. Такие, как были, когда ты был вроде более-менее поменьше, и были вот эти вот все Sega, Dendy и все такое. Ну, и потом я купил себе Xbox 360. Это уже было в сознательном возрасте. Естественно, прошитую, прошитую консоль 360. Она мне очень нравилась. Джойстик, геймпад. Достаточно удобный. В общем, мне, в принципе, пофиг каким. 360 контроллером или PlayStation 4. Все, в принципе, было одинаково. 360 мне запомнился тем, что он был прошит, и, наверное, больше всего вот эта графика была, ну, сами знаете, да, это PlayStation 3, примерно плюс-минус то же самое. И любую игрушку можно было скачать, поиграть, но мне запомнилось, наверное, больше какие-то футбольные симуляторы FIFA и Pro Evolution. И GTA 4, GTA 5, я помню, да, играл. Ну, как-то Xbox 360 не особо там... Ну, он запомнился мне, но это не эталон, конечно же. И в итоге я ее продал и купил PlayStation 4 вот здесь. Это моя консоль, которая есть и по сей день. Я не скажу, что много у нее играю, но графика, конечно, все прекрасно, сами все прекрасно понимаете. Но я думаю, что те, кто родился в конце 80-х, в начале 90-х, да и вообще вот 90-е года, конечно же, это на слуху PlayStation. Поэтому, наверное, сейчас все-таки люди моего возраста, ну, не говорю за всех, но мне так почему-то кажется, выбирают PlayStation. Потому что какие-то воспоминания такие с детства. И PlayStation 5 пока я планировать, покупать не думаю. Потому что все-таки как-то пока все игрушки и поддержка будет достаточно долго. Вот такой вот вкратце хотел рассказать, поделиться впечатлениями. Мне это пришло просто на эфире, задали этот вопрос. Я решил, ну, я тогда рассказал на эфире и решил снять такой вот короткий видосик по поводу вот этих вот приставочек. Ну, интересно, мне кажется, поделиться. И, к сожалению, сейчас уже тех эмоций, которые я получал в детстве, я не получаю. Поэтому скажу словами из физрука, мечты должны сбываться вовремя. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Обязательно впереди много всего интересного. Пока.